приветствую вас друзья меня зовут евгений додолев в эфире программа золотая револючка очень изменилось много что изменилось вообще город изменился я так хорошо помню как эту площадь пушкинскую потому что мы открылся моя юность открылся макдональдс и мы ездили постоянно в макдональдс это был самый шик вообще кто-то один сбегал занимал очередь а мы во время обеда потому что мы целый день же учимся у нас час обед и мы приезжали на 31 троллейбусе он тогда очень быстро ходил пробок не было и мы значит расы всем классом туда в макдональдс вот я вырос на этой площади я помню перемену страны благодаря этому макдональдс этой площади но сейчас каждый раз когда проезжаю уже все это ну не только приветствую вас друзья меня зовут евгений додолев в эфире программа золотая рыбка добрый вечер 31 декабря только новый год но и день рождения николая цискарица а в этом году 23 ему исполняется 50 юбилей вот дополнение к тому отрывку которую посмотрели из программы золотая рыбка я оставлю еще два эпизода один записывался когда выходил проект важные персона второй славился женской последний год мы вместе вели правду 24 поэтому еще два отрывочка про лень один из ветеранов большого про вас говорил не публично в приватной беседе что вы первый из великих кто сочковал на репетициях что все звезды 60-х 70-х они себя просто вот уничтожали на репетициях а цискарица говорил что я буду свои вставы как бы калечить когда будет спектакль я вот это все вот исполнил зачем я буду делать это на репетиции соответствует знаете есть очень хорошая легенда знаменитая есть балет легенда о любви где мая михаил на плесецкой танцевала одну из главных ролей махмены бану и там смысл такой что принцесса одна отдает красоту за здоровье своей сестры и два акта дальнейших она танцует в повязке в такой и каждый раз когда уже шли там сценические репетиции играли маме мальчика когда вы оденете полностью костюм лучше я один раз задохнуть на сцене понимаете когда вам дано больше чем всем остальным вместе взятым вы прекрасно понимаете как вы можете этим распоряжаться вот всем надо было сидеть на шпагате и все приходили сидели часами гнули сделали гимнастику я у меня всегда в сумочке был кроссфорд я приходил садился сразу но я сейчас вам себя на шпагат я шесть лет не делаю ничего и решал кроссфорды я не никогда не растягивался для того чтобы сесть на шпагат так природа сделала найти другим надо ломать подъема он у меня вот такой надо бороться за друг другое дело что мне ну как бы вот к этому всему мне не было дано только одно выносливость потому я пахал так как не снилось никому потому что если я не дотягивал подъем это было видно потому что у других его и так не было у меня то он есть если я не до раскрывал ноги до конца да то это было опять таки видно потому что другие как бы они не старались они так раскрыть не могли в эти воду но когда я понимал что это лишнее я никогда это не делал я вообще не люблю делать ничего ну что мне не доставляет удовольствие почему я говорю что я ленивый я человек режима вот надо я сделаю если я знаю что не надо мне никто не заставит это сделать и ничего никакой серьезно то с ними не хочется даже нет но это же азарт когда тебя любят наверное меня и так любят вот вы знаете даже мальчик не скромный да нет мальчик вовремя понявший себе цену и понявший где это актуально цена вы понимаете в чем дело одно дело когда вы его так все время ходите и упиваете сам от себя ну конечно это сумасшествие но когда вы понимаете что в своей профессии вы все равно самый 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 но эта профессия в определенных условиях в определенном здании при определенных ну каких-то таких стечениях обстоятельства а дальше вот когда эти обстоятельства заканчиваются ты просто человек тогда нормально тогда крыша сохраняется но просто когда заходит речь о балете конечно театре тут а им ссоре надо всем отодвинуться я все равно сделаю так как надо и вот а остальное ну я с меня корона не падает я и в метро проеду и в очереди поставить когда вы были последний раз метро в метро был зимой когда по очередной раз перекрывали город но я все же ехал в центр а как в центр попадете без как это как как это выглядело то есть ой чудно стихо спустились у меня пенсионное удостоверение я с большим удовольствием я кайфую когда я его прикладываю хоть где-то я им пользуюсь потому как бы я с очень-очень-очень а тема автографов там вопрос ну подходит люди иногда фотографируется иногда автограф берет какая разница это же при это с одной стороны приятно просто с другой стороны иногда неудобно когда ты спешишь и ну надо человеку ответить там или что-то